МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман-Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о собаках, которых люди накормили ядом. Пес, которому жители дома номер 2 по улице Симофорной дали кличку Черныш, обездвиженный пролежал в траве несколько дней. Он мог только плакать и скулить от боли. Зашла на подъезд, бабушки сидели вон там, а я дома была. Она вышла, Антонина говорит, собака ей не вышла, она вот так вот и упала. Плакал Черныш, до слез переживали люди. По словам жильцов, Черныш никогда никого не обижал. Спасать Черныша приехали специалисты ветеринарного центра «Флагман-Вет». Собаку при помощи специальной переноски отправили в клинику. По словам ловцов, у Черныша были все признаки отравления ядом. Скорее всего, отраву ему намеренно дал неизвестный человек. В ветклинике Чернышу сделали инъекцию витамина В6. Это первое, что необходимо сделать в случае отравления. Затем поставили капельницу. Рядом с Чернышом с таким же диагнозом еще два пациента. Черная Ребекка и рыжий Полкан. К сожалению, случаев отравления собак на улицах, в городах много. И вот в последнее время у нас подряд несколько таких пациентов со схожими симптомами. То есть собака явно получила какое-то отравляющее вещество, в результате чего она оказывается полностью парализована. То есть она лежит, вот только может головой вращать. Спасти Черныша и Ребекку ветеринарам так и не удалось. В любом случае отравление животного очень важно оказать в помощь вовремя. Понятно, что аддозировка препарата имеет тоже ключевое значение. Но мы в этот раз столкнулись с пациентами, которые провели на улице несколько суток. Они лежали под проливным дождем и уже были в тяжелом состоянии. Вот, поэтому результаты, конечно, не всегда зависят от нас. К сожалению, в крупных городах случаи, когда люди преднамеренно дают бездомным животным отраву, были всегда. Меняются только препараты и их доступность для человека. Причина все та же, она прежняя, безвечный конфликт между людьми и животными. Должны ли они быть на улицах, или не должны. На самом деле, как правило, вот в эту ловушку попадают, наоборот, животные самые доверчивые, которые с удовольствием принимают угощения от человека. И, как правило, самые безобидные. То есть, те животные, которые люди считают опасными для себя, как правило, людям не доверяют и не принимают от них никаким угощением. Полкан продолжает лечение в клинике. Он уже встает на лапы, может сидеть. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону. 8-961-387-93-12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.